всем привет добро пожаловать в гости к мистике сегодня мы поговорим о очень необычном деле тем кто со мной уже давно эта история может показаться похожей на дело о ферме хинтер кайфик история жуткая хотя бы потому что у всех нас порой случается небольшая паранойя нам слышатся шаги на чердаке или скрип двери в соседней комнате чаще всего это легко объяснить но в сегодняшней истории события развивались самым неожиданным образом давайте после короткой рекламы начнем разбираться в этом деле раньше я боялась читать комментарии вдруг тот что-то плохое скажет вдруг кому-то не понравилось видео а такие люди обязательно есть да и ошибки у меня порой случаются и кто-то их подмечает я поняла что важно прислушиваться к комментариям без эмоций и тогда можно действительно вынести из замечаний что-то конструктивное обратная связь помогает нам расти но особенно она важна в обучении именно поэтому на курсе скилфектори айти специалист с нуля вы будете получать фидбэк от настоящих специалистов реальных опытных людей из индустрии этот курс разработан специально для новичков которые хотят погрузиться в растущий мир айти но еще не понимают кем они хотят быть в этой отрасли ребята из скилфектори решили эту проблему так сначала вы пройдете профориентацию где в течение двух месяцев будете пробовать на практике 9 наиболее востребованных профессий войти после чего выберите ту профессию которая подходит именно вам и получите все необходимые навыки чтобы стать полноценным специалистом онлайн формат позволит вам осваивать материалы в удобном темпе совмещая курс с работой или учебой и конечно же вас ждет поддержка опытных специалистов ведущих эти компании перспективы по окончании курса очень яркие средней зарплаты айти специалистов значительно выше чем у представителей других профессий скилфектори есть карьерный центр который поможет вам составить убедительное резюме и пройти собеседование с самыми выгодными для вас условиями после окончания курса вы сможете устроиться на работу не только в россии но и за рубежом открывая для себя позиции в самых передовых айти компаниях мира хватайте возможность применить свои таланты и построить успешную карьеру переходите по ссылке в описании и воспользуйтесь промокодом мистика чтобы получить скидку 45 процентов на обучение а если вы поймете что курс вам не подходит то сможете полностью вернуть деньги в течение 14 дней но мы возвращаемся к делу в октябре 1941 года 73-летний пенсионер филипп питерс жил в доме по адресу 33 35 монгриф плейс в денвере штат клорадо жил он в доме совсем один филипп не был вдовцом или одиночкой просто его любимая жена хелен находилась в больнице святого энтони где восстанавливалась после операции на тазобедренном суставе с хелен они были вместе больше 40 лет в 1899 году они построили дом и воспитали там сына ногу пенсионерка сломала несколькими неделями ранее и филипп как примерный муж навещал ее в госпитале каждый день развлекая историями о соседях новостями и своим присутствием и хелена и ему самому было довольно одиноко друг без друга сам филипп родился в 1868 году и женился на хелен которая была на три года его младше когда обоим было около 20 с тех пор они ни разу надолго не расставались до выхода на пенсию филипп работал кондуктором на железной дороге в свободное время супруги занимались музыкой десятки лет хелен и филипп были членами гитарного клуба денвера где преподавали игру на гитаре и мандолине вступить в клуб мог любой желающий а еще не давали концерты в этом клубе пара заводила и новые знакомства у них появилось множество близких друзей с которыми они часто проводили время звали в гости устраивали ужины и барбекю например филипп подружился с мужчиной по фамилии коунис он играл на мандолине в тот момент коунис тяжело переживал смерть своей матери и молодая пара несколько раз приглашала его к себе домой на чай таких друзей у них было много когда хелен питерс сломала бедро филипп остался один в большом доме и ему было очень тяжело свыкнуться с одиночеством даже несмотря на то что разлука была временной их с хелен сын филипп питерс младший жил со своей женой в городке гранд джанкшн в кларадо что примерно в четырех часах езды от дэнвера так что он не мог навещать отца часто поскольку в то время не каждый представитель мужского пола умел включать плиту считая это женским занятием во время отсутствия жены филиппу помогала соседка питерсов дженни рос она занималась бы там в доме питерсов и иногда приглашала мужчину к себе на ужин филип гостил у разных соседей почти каждый вечер им было жалко потерянного одинокого старичка не умеющего готовить и часто добрые люди передавали ему еду все жители мокри в place были очень дружны и никогда не оставляли соседа в беде двери на замок тут тоже никто не закрывал все друг друга знали а кражи со взломом и нападения здесь никогда не случались однако вечером в пятницу 17 октября соседка по имени дженни к которой филипп должен был прийти поужинать не на шутку заволновалась филипп не появился в назначенное время а мужчина обычно никогда не опаздывал поужинав в одиночку женщина решила проверить все ли с филиппом в порядке она боялась что пожилой сосед снова впал в депрессивное настроение с ним это часто случалось из-за тоски по жене или вдруг с его здоровьем что-то случилось все таки мужчина был уже не молод когда женщина подошла к его дому она очень удивилась свет везде был погашен и хозяина будто не было дома филипп обычно никуда не уходил поздно вечером и всегда давал знать если у него вдруг менялись планы женщина решила позвать на помощь остальных соседей боясь что с филиппом случилось что-то страшное вдруг он упал и не может встать соседи конечно же сразу поспешили к дому питерсов они увидели что все двери и окна наглухо закрыты после долгих попыток проникнуть в дом у девочки-подростка по имени дорис берг наконец получилось открыть окно на втором этаже ей помогли пролезть внутрь ее приподняли и она протиснулась в узкое отверстие девушка стала звать филиппа но ответа не последовало в доме было тихо медленно дорис вышла в коридор и начала заглядывать в комнаты она открывала дверь за дверью но филиппа нигде не было девушка спустилась на первый этаж она продолжала звать старичка но дом отвечал ей звенящей тишиной дорис заглянула в гостиную пусто встревоженно она зашла на кухню но и там тоже никого нет тогда дорис решила проверить одну из спален девушка приоткрыла дверь и вскрикнула от ужаса на полу лежало тело филиппа питерса в луже крови наконец входной дверь вскрыли вызвали полицию бедную трясущуюся девушку вывели из дома питерсов все в слезах она могла себе представить что найдет соседа лежащим без сознания но никак не в крови мертвым в тихом северном районе дэнвера такие преступления были исключительной редкостью соседи даже не думали что с добродушным филиппом питерсом мог кто-то столь жестоко расправиться а убийство было поистине ужасно филипп погиб от множества ударов тупым предметом нанесенных по всему телу на руках ногах лице и его торсе были ссадины царапины и огромные синяки вскоре на место прибыли три патрульные машины полицейские начали обыскивать дом и довольно быстро поняли что убийство произошло не ради грабежа не было следов взлома все двери были закрыты на ключ окна закрыты изнутри из дома ничего не пропало мотив был совершенно непонятен у филиппа питерса не было врагов или каких-то жутких секретов мужчина был самым обычным пенсионером который просто хотел спокойно дожить свою жизнь в своем фамильном доме построенном собственными руками больше всего полицейских пока волновал один единственный вопрос как убийца вышел из дома питерсов ключи были найдены внутри а окна на втором этаже пришлось открывать снаружи казалось что тот кто забрал жизнь филиппа питерса просто-напросто растворился словно призрак тело мужчины забрали на вскрытие дом изучили но никаких следов преступника найдено не было вскоре родным разрешили убраться в злополучном доме а расследование оказалось в мертвой точке не было ни улик не версий единственным рабочим объяснением ситуации были грабители но все-таки из дома ничего не пропало хотя у питерсов были спрятаны в тайниках деньги в газетах это дело окрестили денверским убийством в доме с привидениями после произошедшего в качестве подозреваемых задержали троих мужчин все трое были бездомными или попрошайками одного из них задержали из-за того что у него было слишком дорогое пальто выделявшись на фоне остальной его одежды почему поймали еще двоих неизвестно но вскоре всю троицу отпустили из полицейского участка поскольку ни одного из них не смогли связать с филиппом питерсом или с его домом 1 февраля 1942 года через несколько месяцев после случившегося уже вдовой миссис питерс вернулась из больницы в дом на монгриф плейс ее перелом наконец зажил но теперь ей предстояло справляться с холодным одиночеством чтобы хелен не было слишком грустно и чтобы помочь женщине с бытом в дом стали приходить две помощницы по хозяйству эдит кларк медсестра и жена бывшего шерифа и хэти джонсон которая часто оставалась в доме ночевать по обязанности женщин входило приготовление пищи помощь хелен с реабилитацией и наблюдение за ней например чтобы старушка снова не упала к сожалению хелен не удалось уберечь от второго перелома с марта по апрель хелен вновь находилась в больнице но травма зажила после чего женщина наконец вернулась домой насовсем но что было с домом женщины пока она была в больнице еще до возвращения хелен соседские дети начали замечать какие-то странности то в доме включится свет то за окном покажется чья-то тень вскоре вся улица заговорила о том что в доме питерсов появились призраки быть может это душа самого филиппа никак не могла упокоиться с миром дети придумывали все более и более страшные истории и можно было бы списать это на детскую впечатлительность и любовь к сказкам но взрослые тоже чуили неладное соседи питерсов видели в наглухо закрытом доме то движущиеся занавески то и вовсе ужасающее худощавое лицо за стеклом после возвращения хелен в доме продолжали происходить необъяснимые вещи медсестра эдит постоянно слышала непонятные шаги и скрипы в доме шуршание в стенах а иногда находила вещи не там где их оставила например с крыльца пропадали свежие газеты или поднос с едой миссис питерс оказывался не там где эдит его положила сначала она списывал это все на свое воображение и забывчивость но однажды холодной январской ночью когда эдит осталась в доме ночевать вместо хэти женщина проснулась вновь услышав шаги над своей спальней решила проверить откуда исходит этот звук вот как она позже вспоминала о том что случилось дальше я услышала какой-то стук я слышал это и раньше но думала что это птицы на этот раз я пошла на кухню и увидела как дверь на лестницу ведущую наверх медленно открывается показалась нога и тут же за ней тонкая белая рука потянулась дверной ручки я закричала и фигура нырнула обратно на лестницу я услышала как этот некто побежал вверх по ступенькам эдит подумала что увидела настоящее привидение в ту ночь женщины даже вызвали полицию но стражи порядка вновь обойдя дом заверили хелен ее помощницу что белая рука и странная фигура а ей просто померещились к тому же уже все говорили о том что в доме питерсов живет привидение и полицейские видимо считали что у женщин просто разыгралась воображение и они тоже поверили в то что полтергейст там действительно обитает этот вскоре после этого случая расторгла контракт с хелен отказавшись оставаться в доме с привидениями были и другие странности например у хелен на верхнем этаже был звонок с помощью которого она могла позвать помощниц так вот однажды в доме прозвенел этот самый звонок и хелен который на тот момент еле двигалась побежали спасать однако оказалось что женщина спокойно сидит в гостиной на первом этаже и она никак не могла бы попасть наверх за то время пока ее бежали выручать но кто же тогда позвонил в этот звонок в верхней спальне привидение хотя вскоре я тоже поняла что дом питерсов не лучшее место работы однажды женщина услышала как на кухне что-то упало и пошла проверить не случилось ли чего с хелен когда женщина спустилась вниз она замерла от ужаса перед ней стоял мужчина одетый в какие-то тряпки свисающие с его плеч очень худой бледный совпалыми желтоватыми глазами вид у этого существа был по-настоящему потусторонний как из сегодняшних фильмов ужасов хэти закричала и привидение пропало из виду словно растворившись в воздухе когда на место вновь прибыли полицейские они конечно же ничего не нашли все комнаты были пустыми после этой истории и отказа хэти иметь дело со странным домом сын миссис питерс позвал мать жить к себе пока не прояснится что все-таки происходит хелен питерс съехала отключив в доме электричество отопления и воду чтобы не платить лишнего после ее отъезда полицейские проверяли дом с привидениями почти каждый день проезжая мимо а иногда и вовсе следя за странным жилищем часами но все было спокойно ничего из ряда вон выходящего не происходило через несколько недель полиция перестала наблюдать за домом и офицеры сказали соседям звонить если вдруг привидение появится вновь стражи порядка не верили что в доме действительно живет призрак и надеялись что история прояснится как-нибудь сама собой может быть со сменой владельца или как-то еще вообще отношение к этому делу у них было довольно спокойно возможно они списывали все на фантазии молодежи или впечатлительных соседей но особо они это все не расследовали убийство конечно же они объяснить хотели но призрак не было по их мнению частью этого преступления привидения же все-таки убивают только в фильмах однажды вечером дети соседки по имени мейбл берг живший напротив питерсов заметили как в доме закрываются и открываются жалюзи в одной из комнат они рассказали об этом матери мейбл была не из робкого десятка вооружившись бейсбольной битой она пошла проверять не залезли ли в пустующий дом грабители однако там как всегда было пусто полицейские все же иногда наведывались на улицу где стоял дом проверяли почтовый ящик на наличие свежих писем и светили в окна фонариками уже не ожидая что-либо обнаружить особенно после стольких ложных вызовов и вдруг 30 июля 1942 года на место приехали два офицера полиции рой блоксом и билл джексон они лениво расхаживали рядом с домом посмеиваясь над историей с привидением и внезапно один из них заметил движение в окне гостиной и худощавое лицо появившиеся за занавеской буквально на секунду мужчина моментально стало не до смеха и вытащив пистолеты полицейские вскрыли дверь дома громко требуя чтобы тот кто находился внутри сдавался на полу и на мебели был толстый слой пыли а в воздухе стоял неприятный гнилостный запах в последний раз хелен питерс была дома несколько месяцев назад и после не возвращалась она боялась вновь встретиться с призраком лицом к лицу полицейские вслушались в звенящую тишину думая что им вновь придется уйти из дома с пустыми руками так ничего не выяснив в течение нескольких минут мужчины слышали лишь собственное дыхание и быстрый стук их сердец и тут наверху на втором этаже тихонько щелкнул замок в доме точно кто то есть мужчины тут же бросились на лестницу и успели как раз вовремя в ее конце из узенькой дверцы шкафа ведущий на чердак торчали чьи-то худые бледно-белые ноги рой и билл схватили брыкающиеся привидения за щиколотки и потянули его к себе призрак активно сопротивлялся вскоре из проема показалось худое тело с тонкими как палочки руками а позже появилась и обросшая голова посмотрев на этого человека издалека в полутьме можно было бы действительно решить что это привидение но это был мужчина из плоти и крови из узкой дверцы которую полицейские ни разу до этого не проверяли считая что человек в нее просто-напросто не поместится вытащили грязного и отвратительно пахнущего мужчину в прогнившей одежде которая присохла к его спине он с душераздирающим криком грохнулся на пол и потерял сознание в руке мужчина держал старый револьвер но он даже не попытался его использовать видимо ослепленный ярким светом его глаза были широко раскрыты он был бледный как привидение он ненавидел солнечный свет а кожа его было серого словно гриб цвета он походил на паука он отчаянно стремится скрыться во тьме или под камнем если его потревожить пока полицейские ждали скорую помощь для пойманного мужчины один из детективов решил посмотреть откуда же они все-таки его вытащили просунув голову в дверцу полицейский увидел совсем небольшой темный чердачок размером с гроб 68 сантиметров в высоту и 144 сантиметров ширину в нем невозможно было даже стоять да и спать обитателю этой норы и приходилось скрючившись судя по всему привидение жило тут уже довольно долгое время на полу была старая гладильная доска из которой призрак соорудил себе кровать на доске лежали грязные тряпки и журналы видимо служившие простыней и одеялом все было покрыто паутиной и толстым слоем грязи а по углам лежали банки с едой и старенький радиоприемник посередине висела одинокая пыльная лампочка призрак видимо протянул себе электричество из дома чтобы не тревожить домочадцев когда ему нужен был свет теперь лампочка уже не работала осмотреть жилище полностью полицейского не получилось запах на чердаке стоял такой что дышать становилось невозможно его просто вырвало мужчина не только ни разу за все время не мылся но иногда и ходил в туалет на чердаке прямо там где и жил пока ехала скорая пойманный лежал на полу на первом этаже начальник полиции джеймс чайлдерс прибывший на место еще до скорой помощи и успевший осмотреть мужчину описывал его так это самый странный человек из всех что мне доводилось встречать он высокий около 180 сантиметров и худой как тростинка его грязные волосы не спадают до ушей а кожа отвратительно не мыта грязного цвета пасмурного неба мужчина весил всего 34 килограмма не мудрено что ему удалось пробраться в столь узкую дверцу куда человек нормального роста и телосложения не мог просунуть даже плечи пока призрака осматривали и лечили от обезвоживания на чердак послали самого худощавого офицера по имени фред зарноу тому внутри стало физически плохо и вернувшись он дал привидению новое прозвище которое вскоре подхватили все газеты нужно быть пауком чтобы выдержать такую жизнь прозвище денверский человек-паук теперь звучало куда чаще чем настоящее имя мужчины подростки пугали им друг друга а вскоре мужчине приписывали не только убийство но и всякие паранормальные качества считая его чуть ли не настоящим привидением которое каким-то образом обзавелось человеческим телом но кем все-таки был этот человек-паук и как ему удалось так долго жить в чужом доме человека-паука после быстрого досмотра доставили прямиком в полицейский участок где мужчина представился мэтью корнишем имя это он придумал и называл себя так в течение двух часов немного придя в себя после гамбургером яблочного пирога и нескольких чашек кофе призрак разговорился и спокойно поведал полицейским всю свою историю а также признался и в убийстве филиппа питерса как оказалось мужчину звали теодор эдвард коунис и родился он 2 ноября 1882 года в питерсбурге штат аллинойс на момент ареста ему было 59 лет теодор был сыном иммигрантов из канады томаса и изабелла коунис которые открыли в штатах магазин с мелочами для дома гвоздями и гайками их любимый сын был довольно нездоровым ребенком врачи даже предполагали что он не доживет до своего 18-летия и сказали родителям чтобы они не надеялись на то что их сын окончит среднюю школу и пойдет в университет тем не менее теодору удалось всех удивить он выжил даже несмотря на то что в юношестве заболел туберкулезом и еле после него оправился из-за слабого здоровья теодора крайне сильно опекала его мать мальчик хотел заниматься спортом и играть американский футбол но это ему запрещалось вместо спорта мать купила теодору мандолину и заставляла его заниматься музыкой у него неплохо получалось после смерти отца в 1888 году теодор остался жить с матерью на небольшой колорадской ферме в 1911 году умерла и сама изабелла оставив сыну лишь долги просто какой-то несчастный человек обманом выманил у женщины все ее сбережения теодор который тогда стал пытаться построить свою жизнь заново работал на разных работах от бухгалтера до продавца но нигде ему не удалось задержаться надолго какой-то момент они с другом даже хотели открыть собственную фирму по прокладке труб но и эта затея провалилась тогда теодор решил поискать счастье в других штатах и в 1917 году переехал в техас где его к сожалению снова ждали одни разочарования вскоре в годы великой депрессии когда многие потеряли работу и остались без средств к существованию теодор очутился на улице мужчина был никому не нужен у него не было денег друзей семьи он спал где придется порой на улице в грязных аллеях питался чем попало и одевался в старую одежду из мусорных баков кое-как он выжил еще до постоянного проживания на улице когда у мужчины еще была хоть какая-то работа и даже хобби игра на мандолине он познакомился с еще молодым филом питерсом и он и теодор были членами гитарного клуба дендера питер сыграл на гитаре а коунис на мандолине мужчины подружились а после питерс несколько раз виделся с коунисом у себя дома где будущий призрак был желанным гостем хелена филиппу было жалко молодого одинокого парня который никак не мог справиться со смертью своей матери вот они его и приутили став друзьями в сентябре 1941 года теодор который в тот момент был в дэнвере и не видел своих знакомых уже около 30 лет хотел наведаться к филиппу в гости чтобы попросить у бывшего друга денег ну или хотя бы еды однако питерс в тот момент находился в больнице у жены и коунис бросив свою идею о просьбе денег или еды решил остаться у питерса дома тайком когда он подошел к дому он заметил что дверь была открыта и он до этого спавший под мостом видимо посчитал это знаком свыше он вошел в дом съел немного еды на кухне и вскоре нашел дверцу ведущую на чердак его такой расклад вполне устроил в сентябре 1941 года я оказался у дома филиппа и обнаружил что входная дверь не заперта и дома никого нет я вошел и немного поел я чувствовал себя ужасно мои легкие были простужены я буквально был уже при смерти приближалась осень и я не мог провести еще одну зиму на улице мне нужно было найти крышу над головой я не знал что миссис питерс в больнице я нашел дверцу в шкафу пролез в нее и лег спать я спал сутки напролет сначала бездомный мужчина хотел просто переждать где-то зиму и иметь достаточно еды и воды теодору привыкшему к холодным улицам и питанию из мусорок дом но точнее закрытый чердак филиппа питерса показался роскошным дворцом чем дольше мужчина проживал на чердаке размером с гроб тем наглее он становился вскоре он и вовсе стал считать дом питерса своим всякий раз когда я слышал шаги питерса внизу я замирал потом я осмелел и стал бродить за ним из комнаты в комнату это было своего рода игрой это приносило мне острые ощущения впервые в жизни кто-то оказался полностью в моей власти но я не хотел причинять ему боль летом было невыносимо жарко а в середине зимы на чердаке у меня мерзли ноги но это было ценой которую я был готов платить я не могу сказать почему я решил остаться там думаю в основном потому что это был мой собственный мир я спускался вниз и смотрел в окна наблюдал как приходит почтальон мне никто не писал целых 25 лет всякий раз когда я видел людей на улице я чувствовал ярость и каждый раз возвращался на свой чердак такая жизнь кажется вполне устраивала паука призрака каждую ночь я прислушивался высунувшись коридор в ожидании когда же он уснет как только я слышал храп я выползал и шел к холодильнику я брал ровно столько еды сколько никто бы не заметил я относил еду обратно в свое гнездо и ел я нашел старый кассетный плеер в одном из шкафов и пару наушников я починил его и слушал музыку я спускался в туалет и даже брился бритвы старика 17 октября примерно через пять недель такого существования питер поймал старого знакомого перед холодильником на своей кухне тот шуршал содержимым морозильной камеры филипп питерс даже не узнал теодора настолько тот был грязным худым и не похожим на себя в молодости я тогда подумал что потеряя свое пристанище питерс однако не узнал меня видимо за 30 лет я нехило изменился такая встреча стала шоком для обоих теодор думал что его знакомый ушел в больницу к жене но оказалось что пожилой мужчина все это время спал на диване в гостиной а до этого питерс не слышал своего незваного гостя из-за возрастных проблем со слухом а может просто решил не замечать шуршание и шаги питерс стукнул наглеца своей клюкой но ковнис несмотря на истощенное состояние был моложе сильнее и проворнее бездомный схватил старый пистолет который почему-то находился на кухне и стукнул им питерса я увидел старый револьвер висящий у двери схватил его и ударил его по голове он упал но встал и направился к телефону в столовой он сказал что вызовет полицию поэтому я пошел за ним и снова ударил его я хотел было найти вазу где как я решил он прятал деньги но услышал как он открывает ящик в спальне тогда я схватил кочергу пошел в спальню и ударил его я не знаю сколько раз я наносил удары я просто продолжал его пить пока он не перестал шевелиться после я взял немного еды и вернулся на чердак ничего бы не случилось даже питерс был бы жив если бы он не поймал меня тогда у холодильника было так либо он либо я судя по уликам и следам крови у мужчины действительно получилось недолго убежать от нападавшего в гостиную однако коунис проследовал за ним и ударил его еще раз питерс упал после чего его бывший знакомый продолжил наносить ему удары по голове и по всему телу затем коунис встал решая что же ему делать ему в голову пришла мысль обокрасть дом в котором он так удачно расположился и убежать полиция ведь равно о его существовании даже не знала однако еще до того как теодор успел реализовать свою затею он увидел как питерс из последних сил ползет в спальню тогда мужчина схватил кочергу для камина и ею добил своего знакомого окончательно всего он нанес филиппу питерсу 37 ударов из которых 12 проломили мужчине череп и были смертельными после этого коунис спокойно помыл кочергу и вернулся к себе на чердак всего через час после этого питерса начали искать соседи а вскоре в доме появились полицейские все это время убийца сидел в своем закутки надеясь что его никто не обнаружит в какой-то момент полицейские кстати попытались приоткрыть дверцу на чердак тогда коунис сел на нее всем своим весом и дверь снаружи открыть не удалось стражи порядка решили что дверца и так слишком маленькая чтобы не тот пролез плюс видимо она была прибита гвоздями так что они стали ее больше трогать коунис провел на чердаке несколько дней не спускаясь вниз и боясь даже высунуть голову он слушал новости о деле по своему старому радио я не ел несколько дней но у меня было достаточно сил я боялся выйти потому что знал что убил человека коунис в конце концов решил не покидать свое убежище даже после произошедшего и продолжал жить там даже тогда когда в дом вернулась вдова филиппа питерса и ее помощницы по дому ночью теодор спускался вниз за едой тогда его и видел женщины кстати знаю что у хелен питерс были проблемы со слухом он прокрадывался в ее спальню и наблюдал за тем как женщина спит зачем он это делал можно только доказываться зимой температура на чердаке опускалась до чуть ли не отрицательных температур но призрак прекрасно понимал что там ему все равно лучше чем было бы на улице когда из-за его происков хелен питерс съехала из дома теодору жилось еще лучше наконец-то все оставили его в покое иногда сквозь шторы он видел почтальона который быстро бросал в почтовый ящик письма и убегал от дома со столь дурной славой за все это время коунис вышел из дома лишь один раз набрать себе детской лопаткой снега поскольку в доме не было воды это было кошмаром почти десять месяцев ужасного адского кошмара и теперь когда все это вышло на поверхность я чувствую облегчение невозможно постоянно жить с мыслями которые прожигают тебя изнутри видите ли я никогда прежде не совершал преступлений не крал не обманывал до справедливость восторжествовала так и должно быть и вот я здесь я не знаю сумасшедший я или нет я не чувствую себя сумасшедшим но если быть полным дураком это какой-то признак безумия то я определенно не в своем уме еще перед судом была проведена психиатрическая экспертиза и несмотря на все странности коуниса его признали полностью вменяемым 21 сентября 1942 года примерно через год с момента как теодор поселился в доме филиппа питерса должен был начаться суд но подсудимый его пропустил поскольку попал в больницу с сильной пневмонией от которой чуть не умер вскоре на хэллоуин 1942 года после шестидневного суда теодора эдварда коуниса признали виновным по делу об убийстве филиппа питерса и приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение чтобы признать мужчину виновным суду понадобилось всего несколько часов свой приговор теодор выслушал совершенно спокойно ему кстати грозила смертная казнь но поскольку то дар признался его к смерти решили не приговаривать на суде комнис заявил что нападение он не планировал мол если вы филипп питерс не застал его на кухне ничего бы не случилось вот что он сказал узнав свой приговор теперь я чувствую себя в безопасности у меня даже будет дом которого у меня не было столько лет в целом тюрьма в городке каньон сити действительно стало для мужчины своеобразным улучшением жилищных условий у него появилась чистая просторная кровать на которой можно было вытянуть ноги чистая одежда теплая еда каждый день он гулял и ходил в душ в тюрьме комнис вел себя спокойно и даже стал образцовым заключенным а потом и вовсе тюремным библиотекарем умер он 16 мая 1967 года в возрасте 84 лет причина смерти как говорится старость вот так он прожил намного дольше обещанных врачами 18 лет поскольку никаких близких у дэнверского человек паука не было его похоронили на небольшом тюремном кладбище в безымянной могиле возведя над ней самый простой деревянный крест история теодора ковниза отнюдь не единственная в своем роде этому феномену даже дали название фрогинг и к несчастью подобные случаи происходят по всему миру до сих пор иногда люди проживают в простенках и в подвалах или на чердаках чужих домов а владельцы списывают странные звуки и пропадающую еду на полтергейстов или животных история об этом человеке месяцами жившим на заколоченном чердаке от чужого дома стало вдохновением для множества художественных фильмов по ней написано много книг в жанре хоррор а также снято несколько эпизодов популярного сериала си сай об этой истории рассказывали даже в симпсонах в 1950 году автор эрл стэнли гарднер написал детектив в котором тоже разбирал это дело оно было тогда на слуху всей америке 1 января 1943 года дело о человеке пауке стала самой знаменитой истории произошедшей в колорадо переплюнув даже статьи о президентских выборах и взрывах в местных шахтах конечно же лишь от мысли что в доме может находиться какой-то чужак например там в стене или в темном шкафу или в подвале просто в жилах стынет кровь чаще всего однако фрогеры являются довольно безобидными такая вот фрогерша жила даже у помэла андерсон в гостевом доме и однажды кинодива поймала эту бездомную женщину когда на ней было ее бикини из сериала спасатели малибу жительницу арестовали а вот бикини помэла сказала не возвращать до сих пор кстати неизвестно где она находится и возможно его когда-нибудь найдут и продадут с аукциона что же касается героев нашей сегодняшней истории то в обсуждении этого дела я видела много людей сочувствующих теодору а мне кажется что правильнее было бы пытаться разобраться как вообще теодор оказался на улице и почему он не смог устроиться даже на самую простую работу старичка очень жалко ведь если бы теодор представился ему по-нормальному попросил бы у него денег то как старому знакомому питерс будет точно помог ему и все были бы живы а вы что думаете об этом деле пишите в комментарии вот такая у меня для вас сегодня непривычная история но я знаю что вы любите ретро дела и у меня есть целый плейлист и давно как-то я не освещала дела прошлых лет пишите о каких еще историях стоит рассказать и кидайте это видео друзьям если она показалась вам интересным подписывайтесь на мой канал чтобы ничего не пропустить ну а теперь я буду с с вами прощаться всем спокойной ночи и пока